Для того, чтобы эту задачу считать окончательно решенной, нам нужно только посчитать вот эти числа, правильно? Я тогда сказал, что давайте их напишем, но мы их не стали считать. Давайте сейчас это сделаем, как вводится в клубинатуре, если вы хотите посчитать число 7 и 4, то наверняка вам нужны все большие случаи. Поэтому я сейчас для того, чтобы такие числа научиться считать, составлю такую табличку. Смотрите, здесь я буду откладывать n, а в столбцу я буду откладывать k. Понятно, да? k бывает равно числу 1, 2, 3, 4, еще 5 напишем, но в принципе это бесконечности. Какое бывает n? n бывает равно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ну и так далее опять. Туда тоже бесконечности. И вот у нас получается таблица, что же называется таблица чисел стильных. И я бы хотел, чтобы мы нашли, смотрите, какие числа. Числа последнего столбца 4. Вот мы их должны посчитать, сложить и получится ответ в этой задаче. Согласны? Отлично. Отлично. Для того, чтобы это сделать, давайте начнем с самых простых вопросов. Из одного по одному. Один. Ребята, а вообще вы понимаете, что когда у нас один стакан, то всегда здесь будет просто единица. Согласны? Да. Потому что надо просто все к нему положить. Один предмет. Я напоминаю, что такое n. n это ложки. k это стаканы. Стаканы у нас одинаковые. Так. Ложки у нас разные. Итак, здесь что? А здесь подумайте. Два. А здесь еще подумайте. Положить одну ложку в два стакана, чтобы оба были не пустые. А, ну, ладно. Ребята, всегда, когда у вас слишком мало ложек, то ответ будет какой? 0. Вот угол, он везде, везде, везде. Хорошо. Еще кое-что легко заполнить. Если у вас ложек столько же, сколько стаканов. Один. Один способ. Получается в диагональ. Да. То есть, заметьте, мы довольно много клеточек заполнили. Ничего много, как они сказали. Вот хорошо. Теперь три ложки, два стакана. Два. Нет, не два. Три. Три варианта. Потому что трех ложек. Из этих трех ложек какая-то одна живет отдельно, а две другие вместе. Здесь будет три варианта. И вот я вас прошу сейчас самих запомнить. И вообще найти формулу. Для числа стирлинга из N в отвар. Она очень простая. Четыре ложки, два стакана. Сколько способов? Четыре ложки. Чтобы даже ничего не придумали, просто 1,24. И выписывайте. Все в ряд. Все толкаешься. Семь. Семь. Молодец. А следующее? Мы сейчас все будем объяснять. Почему? Семь и так далее. Да, ответ. Ответ вас правильный. Семь. 12, следующий. Не надо гадать. Надо решать задачу. 15, следующий. 15, да. Я понял. Ну, рекомендую. Вперед. Вперед. Здесь действительно 15. А следующее слово какое? Я же придел к кузову. Следующее. 31. А следующее? 63. Так. Во-первых, числа написаны правильно. Теперь интересно, это вы так угадали ответ, или у вас есть какая-то идея, почему ответы такие? У меня есть, ну, на основе того, что я посмотрела к имени предыдущие, прибавлял к каждому следующему, умножая на 2, и у меня получилось число, которое было правильно. Умножение на 2, прибавлял к каждому следующему, умножение на 2, прибавлял к 1. То есть он хочет сказать, что 63 это 31 умножить на 2 плюс 1. Это правда. Давайте запишем форму. Число стихотворения из n плюс 1 по 2 получается из предыдущего числа умножением на 2 и прибавлением к результату 1. Это хорошо. Почему? Более того, это даже правда. Почему? Каждое следующее число, это следующая степень четверки минус 1. Четверки, а двойки. Да, у вас другая концепция. Вы говорите, что 63 это 64 минус 1. 31 это? 32 минус 1. 16 минус 1, 8 минус 1, 4 минус 1, 2 минус 1. Да, и это тоже правда. Есть, можно я допишу. Число стирлинга из n по 2, это на самом деле 2 в n минус 1 в степени минус 1. Это правда. Я вам еще по-другому это могу написать. 2 в степени n минус 2 и половина. Только маленькая проблема. Вы ни одну из этих формул еще не доказали. Они все верны. И любой из них достаточно, чтобы написать те числа. 1, 3, 7, 15, 13, 13, 13, 13, 13, 13. Но вы ни одну из них не доказали. 2 в n минус 1 минус 1 минус 1, то же самое, что 2 в n минус 2, половина мы не будем обсуждать. Считайте, что на 2-1 сумею. Вот мы можем поставить... Выйдите к доске. 3 ложки мы можем поставить 2 стакана вот тремя способами. И четвертую мы можем положить... Вы слышите? Она заговорила о четвертой ложке. Имеется в виду, если она все знает для трех, а хочет разобраться с четырьмя. И, соответственно, здесь она будет говорить о какой ложке? Шестой. Какой же шестой? А n плюс 1? Пусть мы все знаем для n ложек. Понимаете, Лена? Да. Тогда n плюс 1 ложка... Что n плюс 1 ложка? Может быть вместе с... Она может стать на... Рядом с одной из... Уже написано. Ну, не с одной, а с коллективом. Потому что все n ложек разложены по 2 стакана. Да. Все, представьте себе, у вас картинка. У вас стоит один стакан, там несколько ложек. У вас стоит рядом такой же стакан, там несколько других ложек. Дай мне. И еще есть одна нальтус первой ложкой. Мы ее можем положить сюда, а можем положить сюда. И это дает нам то самое множение на 2. Теперь осталось понять, а еще откуда плюс 1 ложка? Это еще один вариант, когда все вот эти уже существующие ложки в одной, а новая в другую. Правильно. Все, спасибо, Ириша Леонидович. Дорогие мои, еще раз, я повторю мои слова, еще раз попытайтесь, пожалуйста, осознать, что она сказала. Она говорит, что если у нас есть... Давайте для определенности. Если у нас есть 7 ложек, и мы их раскладываем по 2 стаканам, то 7 ложка или живет одна в стакане, а все остальные 6 в другом стакане. Такой вариант 1. Согласны? Или же, когда седьмую ложку уберешь, то остается сколько? 6 ложек, и они в 2 стаканах. И вот тогда седьмую ложку кладешь или сюда, или сюда. Кто читал, там, по протяжении всей книжки, есть такая замечательная штука, мантия невидимка. Мне кажется, что один из способов понять это рассуждение такой, представьте себе, что у нас есть какая-то ситуация, то есть 7 ложек разложено по 2 стаканам. И вдруг одна из этих, ну то 7 ложка, берет и надевает на себя мантию невидимку. После этого возможны два варианта. Или у нас все еще остается распределение по 2 стаканам, или же вдруг в одном из стаканов никого не осталось. Понятно? Вот если в одном из стаканов никого не осталось, то это вот тот самый один вариант. А если остались, то мантия невидимка может быть или в этом, или в этом. Понятно? Понятно. Так это я объяснил вверх такую форму. Разумеется, что при помощи нее все эти числа можно посчитать. Но давайте научимся объяснять вот это или вот это. На самом деле это очень много. И может быть это даже убедительнее, чем вот это. Но это хороша тем, что она нам поможет и третью, и четвертую, и следующие строчки считать. А вот это, вот это только для... подумайте. У нас есть n ложек. Наверное, проще объяснять, когда 2 в степени n минус 2 пополам. Надо вспомнить, что такое 2 в степени n. Что такое 2 в степени n? Колесико стаканов, это 2 в степени n? Нет, не стаканов. 2 в степени n. Да. Комбинатура для этого что такое? Господа, представьте себе, что каждый из здесь присутствующих или поднимет руку, или не будет это делать. Представили? Угу. Сколько способов вот нам, всем коллективам, это сделать? Ну, количество учеников в второй степени. Неверно. Не количество учеников во второй степени. 2 в степени количества. 2 в степени количества учеников. Это все понимают или нет? Да. Каждый ученик увеличивает количество вариантов в 2 раза. Потому что он или поднимает руку, или не поднимает руку, вне зависимости от того, что делают издательства. Значит, мы знаем комбинатурный смысл. Очень важно видеть, когда написаны эти числа формулы, видеть смысл того, что написано. Вот здесь написано 2 в степени. Это очень просто. Это есть у нас N ложек. И стоят 2 стакана. Представьте себе. У нас есть 2 абсолютно одинаковых стакана. Это понятно? Но сейчас временно мы все-таки объявим. Вот этот стакан левый, а этот правый. Сделаем их разным. У нас есть N разных ложек. N красных ложек. И давайте каждая ложка примет решение. Она в этот стакан или в этот? Вы понимаете, что тогда вариантов 2 в степени N. Потому что каждая ложка приняла выбор, пойдет налево или пойдет направо. 2 в степени N варианта. А вот теперь внимание. Что такое минус 2? Какие есть 2 плохих варианта? Когда все захотели подниму. Правильно. Один вариант, когда все захотели налево. Другой вариант, когда все захотели направо. Таких вариантов ровно 2. И почему эти варианты плохие? Потому что должно быть в конце концов 2 стакана. А когда все захотели налево, то этот стакан пустой, а это у нас по правилам нельзя. Так? Значит, мы вычитаем эти 2 варианта плохих. Когда все захотели налево, или когда все захотели направо. А зачем после этого 3 на 2? Чтобы мы висли на вашу. Потому что стаканы на самом-то деле неразличимы. Понимаете? Типа это. Эту формулу объяснил? Да. Объяснил. А теперь объясните эту. Нет, то, что алгебраически это одно и то, я не понимаю. Комбинаторно объясните эту. Почему 1 ложка не должна делать выбор? Точно, надо сказать. Да? Потому что может быть так, что все 6 влогов, что предыдущие, я вообще не могу говорить так, а не это правильно. Если вы положите, то мы идите на по-другому. Плохо говорить, надо как-то по-другому. Слушайте, а вот представьте себе, сколько здесь есть людей. Мы решили разбиться на 2 группы. Ведь это надо сделать. На 2 не пустые группы, да? Да. Какой способ есть это сделать? Очень просто. Берем кого-нибудь из нас. Да хоть меня. И делаем очень просто. Я говорю. Кто со мной? Переведем. Пошли выйдем. Получается, вы не можете... Остальные оставайтесь. Получается, вы не можете делать выбор. Конечно. А что мне выбор? Я с собой всегда. Получается, именно... Идею понялись? Берем n-ложку. И она всем остальным n-1 ложкам задает один и тот же вопрос. Ты меня уважаешь? Ты со мной пойдешь? И каждая из остальных n-1 ложек делает свой выбор. Или идет с ней, или не идет с ней. Те, которые идут с ней, значит, идут с ней в один стакан. Те, которые не идут с ней, идут в другой стакан. Понятно? Да. Два в стакане, это один вариант. Вопрос. А почему надо один вычесть? Это когда всяк пошли в один стакан. Это если все пошли к ней. Вот если совсем все пошли к ней, это может быть единственным способом. Но тогда плохо. Потому что тогда будет только один стакан заполнен. Надо же, чтобы два. Нужно в другой. Нет. Ничего же не надо. Это плохой вариант. Все остальные варианты хорошие. Там оба стакана. Один стакан заполнен. Просто вот я пошел, вот я пошел уже. Значит, этот стакан будет уже со мной. Я там есть, поэтому он не тустой. А вот может, если все пойдут со мной, то беда. Потому что нужно, чтобы второй стакан тоже был хоть как-то заполнен. Да. Можете еще раз сказать, почему два в степени, они все дают? Потому что в нашей задаче, ведь фактически важно, когда мы делим их по двум стаканам, что, знаете, кто с кем, да? И вот этот кто с кем можно выбрать очень просто. Взять какую-то конкретную душу. Ну вот, например, если мы делим людей, то взять одного человека конкретного. И он всем задает вопрос, пойдешь со мной или нет. Понятно? И каждый из N-1 человек принимает решение. N-1 человек принимает решение. Вы выбираете двух вариантов. Пойду или не пойду. Поняли? А куда называется та ложка? Она идет. Взять N-1 человек идет в свойствах, в стакан. У нас стаканы одинаковые. Поэтому куда пойдет N-1 человек, можно решить произвольно. Пусть она пойдет в первый стакан, например. И тогда важно, кто пошел с ней. Теперь поняли? Да. Отлично, спасибо. Ну, господа, вообще-то два числа мы уже нашли. Нам еще надо зайти два, и тогда мы решим задачу. Вы подсказали, что тот может подумать. Пожалуйста, подумайте. Пожалуйста, подумайте. Если у нас не в два стакана, а в три стакана. Давайте посмотрим. Если есть из N-1, вот это. Здесь очень поможет мантийединка. Какая формула? Формула я не сделала, но я решил запомнить, что там нет. Нет, не надо. Мне не нужны ответы. Мне нужна идея. Так. N плюс 1 ложка. 3 стакана. Считаем, что задачу, когда N ложек, мы решать умеем. Вы ищите рекуррентную формулу для чисел Стирлинга для подмножеств. Какие из 6? Это общая формула. Итак, как посчитать число Стирлинга из N плюс 1 под 3? Да. 2 в степени N минус 1. Неверно. Я уже сказал это. Почему вы думаете, что то, что вы повторите это несколько раз, оно может в какой-то момент стать верным? 3 умножить на N 3 плюс N 2. Так, так. Читается не N 3, а число Стирлинга из N в отре. Так, это вы хорошо понимаете. 3 умножить на число Стирлинга из N в отре. И плюс N в отре. Молодец. Пожалуйста, проходите к доске и объясните себе. Также, когда мы делали в прошлый раз, у нас есть новая ложка и какой-то из предыдущих способов. И тогда мы можем положить новую ложку в один из трех стакан. Ну, нарисуйте, что здесь есть стакана. Представьте себе, что есть картинка, где N ложек разложены по стаканам. Представили? N плюс первую можно положить в один из них. 1 из трех стаканов. Это, может быть, вот это. Это увеличение в три раза. И вот это, это когда у нас есть два стакана, которые разложены как-то, конечно, N ложек. Плюс один пустой стакан, в который мы кладем новую ложку. И тогда это... Если новая ложка надевает на себя маленькую невидимку, и от этого картинка портится, то есть вместо трех стаканов теперь два, то вот за это отвечает число стерлинга из N-фонга. А вот теперь обратите внимание, верхняя формула, она, конечно, правильная, но она была бы понятнее, если бы здесь было написано не число 1, а число стерлинга из N-фонга единицы. Вообще-то число стерлинга из N-фонга единицы – это и есть единица, понимаете? Да. Вот. Ну, слушайте, по-моему, все то, что теперь надо делать в этом месте. Надо вот это умножать на 3 и прибавлять вот это. 6. Надо вот это умножать на 3 и прибавлять вот это. Сколько? 6 умножить на 3 плюс 7. 25. 75 плюс 15. 90. 301. Слушайте, вот. Ну, молодцы. Ну, если вы сейчас скажете регурентную форму. 4. Да, да, да. 4 умножить от N от 4. 4 плюс N по 3. Плюс число стерлинга и Z-фонга. Число стерлинга, число сочетания. Это же все разные объекты. Поэтому очень важно, что именно вы берете, да? Итак, число стерлинга в данном случае. Ну, по-доброму надо еще говорить число стерлинга для подможенств. Потому что еще бывают другие стерлинги. Пока у нас их не было, можно и так говорить. Хорошо. Теперь давайте 10. Надо умножить 1 на 4 и прибавить 6. Сколько будет? 10. Надо 10 умножить на 4 и прибавить 25. Сколько? 65. 65 умножить на 4, это будет 260 и 90. 350. Осталось сложить. Осталось сложить, согласиться, это не сколько? По сравнению с целью 6. 1, 63, 300. Сколько это? 715. 715. Численные ответы нашли. Правильно? Во всех четырех задачах.